Тускан Экстрема Рацио И не только ножи, самый рекорд был, это была складная лопата ГЛОК, которую я пытался снять, там я не знаю, наверное, у меня, мне удалось именно сделать ролик попытки, ну не соврать, наверное, с 6-7, то есть все время что-то мешало, все время как-то что-то не складывалось, вот. И с Тусканчика у меня такая же в точности история, то есть действительно как-то все то одно, то другое, то третье, то какие-то хлопоты, то какие-то технические моменты и прочее, прочее. Ну что, давайте попробуем, сейчас я, подождите, я верну на себя фокус, здесь фокус постоянно уходит в кусты, и это не прикольно, поэтому я пытаюсь хотя бы как-то на себе сосредоточить. Веревка 10 мм, сизалевая веревка. Не сказать, что прям так совсем бритвенно, но с другой стороны, для ножа, который позиционируется как вот вообще для всего, для всего, здесь самое важное что? Самое важное, чтобы при каких-то зверствах, при каких-то там действительно силовых нагрузках, чтобы кромка жила. Вот мы сейчас с вами и посмотрим. Так, ну что, ребята, начинаем с рубки, рубить сейчас удается не часто, на самом деле, многие, те, кто меня смотрит давно, наверняка помнят, как я раньше рубил направо и налево, потому что здесь неподалеку отсюда строили новый микрорайон, и там реально ухайдокали целую березовую рощицу. Конечно, деревья жалко, но тогда была возможность. Сейчас я вот с трудом нашел такой тестовый образец. Поехали. Опять же, при рубке помним, что я сейчас просто фиксирую одной рукой, левой рукой вот это вот деревце, поэтому у меня нет возможности именно нормально замахиваться. Ну вот и посмотрим, как говорится. Поехали. Поехали. Ух, вспомнил былое, это было круто Единственное, ну помимо того, что я фиксировал Левой рукой само по себе деревце Еще два момента Все-таки G10 это не форпрен И здесь, конечно, лучше было бы Немножко подстраховываться вот так вот тем лечком Я этого не сделал И у меня рукоять немножко гуляла Ну и самое сложное для меня было Во всем этом процессе, это конечно же втягивать живот Потому что это вот полный пиздец Ребята, следующий у нас Следующая дисциплина, так скажем Связанная с тусканом Это батонинг Причем здесь на самом деле С батонингом такая тема Что у меня не одно А несколько полешек Которые нужно разбатонить Почему? Потому что здесь Скажу честно Крайне сложные попались Поленья И мне нужно просто из них Наделать каких-то заготовок Ну опять же Учитывая Специфику Ножа Я Не собираюсь давать ему Никакой жалости Видите здесь у нас Сучки Все что там Все что приходится Все что может попасться Все идет В дело Как говорится Потому что Почему я не собираюсь Ему давать жалости Никакой Именно потому что Обух Потому что Вот такие Спуски Капец Самое главное здесь Пейзан не напугать Потому что Сейчас Прилетят Волшебники В голубых вертолетах Скажут Ты че шумишь Людей Здесь тревожишь А в Эстонии Как я уже говорил Самое главное Вот у нас Просто идеальный закон Об оружии Потому что Практически Разрешено все Ну я уж не говорю Об огнестреле Практически все разрешено Но одно Одно условие Не беспокоит никого Ну вот сейчас Надеюсь я никого Не побеспокоил Так А вот эту вот часть Мы просто Вот таким Образом Расфигачим Это у нас пойдет На Тесты фолдеров Так И что у нас еще здесь Еще у нас здесь Была вот такая вот Ебала По другому не скажешь Вот И Сейчас секунду Вот как раз таки Вынужденная Пауза Для небеспокойства Вот И Здесь Как вы видите У нас Сплошная печалька Но Тускану Все будет Все будет по кромке Как говорится Вообще Надо быть сегодня Предельно Максимально Осторожным Почему Потому что Чуйка Чуйка Что Может Добром Не закончится А что-то Как-то я Научился К этому Прислушиваться К себе Почему Потому что Не хочется Таким вот Таким вот Балбесом Себе взять И Рубануть По Да По Почему угодно В любом случае Будет неприкольно Так Ну Парни Я могу сказать Конечно С учетом того Что кухонный тест Вы видели Значит Здесь По факту У нас Действительно Блин С таким ножом Ну Топор Не топор А Без колуна Как-нибудь Можно обойтись Так Поехали Сейчас Найдем У нас Посмотрите Какое Просто Поленницу На Фигачил По-другому Не скажешь Просто Лесозаготовки Как вам Так Окей Хорошо Давайте найдем Какую-нибудь Аккуратненькую Действительно Заготовку И просто Попробуем Что-то Такое Лайтовое Сделать Что-то Такое Лайтовое Строгануть Но если Он еще И строганет То тогда Держите Меня Семеро Здесь Как говорится Уберем Пока что От этого Поленницу Потому что Возможно Какие-то вещи Проще Даже делать Вот таким Вот образом Подтесывать Чисто Ускоряя Процесс Особо Хорошо У нас Здесь Не получится Потому что Уже Трещина Есть Но В любом Случа Что-нибудь Попытаемся Сделать Так Ох Все Классно Парни Кроме Одного Просто Капецовый Такой Знаете Вес Чувствуется И каждый Раз Когда В чем Именно Затыка Вот таких Тяжелых Крупных Ножей В том Что буквально Каждое Вот это Движение Дело Не в том Сколько Я сил Трачу На то Чтобы Сделать Движение Строгательное Дело В том Сколько Я сил Трачу На то Чтобы Затормозить Нож И вернуть Его Обратно То есть Вот это Выбрасывание Вперед Это Именно Самое То И Получается Так Ох Ты Ничего Себе Где-то Деликатный Какой-то Именно Я Назвал Его Деликатным Сейчас Объясню Сформулирую Мысль Суть В чем Суть В том Что Когда Мне Нужно Именно Вот Грубо Вот Так Вот С Выкрутом Взять Именно Вырезать Вот Плечо Да Получается Все Очень Замечательно Но Вот Именно Какая-то Тоненькая Тонюсенькая О Ракетка Практически Получилась Какая-то Именно Аккуратная Вот Аккуратное Строгание Видите Он Реально Как Волчара Впивается Так Стоп Испортим Испортим Ну Испортим Так Испортим Что Что Так Вот И Конечно Да Какие-то Вот Такие Вещи Предположим Вам Нужно Сделать Таким Вот Именно Тяжелым Ножом Какую-то Стружку Щепку Походу Точно Летят За мной Вот Какую-то Щепку Какую-то Стружку Проще Конечно Упирать Там Палочку Заготовочку Куда-то Вот В пенек Или Куда-угодно И Именно Вот Экономия Силы Вот Здесь Я Практически Именно Добираю Ножом Видите У меня Получается В принципе Довольно Аккуратно Сделать Вот Этот Вот Срез Это Наверное Рекордсмен Наверное Самая Уродливая Лопатка Которую Я Когда-либо Делал При этом Как Вы Видите Снимается Все На Раз Так Вот Забыл Сегодня Кокос Физически Забыл Прям Вот Как Есть То есть Просто Взял И Все Испортил Так А давайте Вот так Вот Сделаем Ага Не вариант Знаете Почему Слишком Много Промахов Промахиваешься И Получается Некрасиво Поэтому Кладем Вот Вот Нашего Тусканчика Тусканчика И Бздык Просто Обрубаем Все Кхерам Другое Дело Другое Так Ну Здесь Конечно Я Сейчас Раскалю Лопатку Вот Дальше Приближаем Приближаем Все Так Осень Для тестов Самое Лучшее Время Срезает Поперек Почему Осень Потому Что Блин У нас Сейчас Ну Жаришка Такая Капитальнейшая Прям Жаришка Жаришка И Действительно Прям Не могу Сказать Что Вот Весь Этот Процесс Которым Я Сейчас Занимаюсь Он Отличается Какой-то Супер Мега Комфортностью Так Теперь Давайте Попробуем Сделать Какую-то Аккуратненькую Стружечку Ох Тыж Ничего Себе Вот Именно Вот так Вот И делаем То есть Мы Просто Ведем Аккуратно Аккуратно По деревяшечке И до упора Кончиком В пень Давайте с другой стороны Ну Красота Правильно Так Хорошо Что у нас там По программе По программе У нас Обычный Джентльменский набор Оливка Дубы 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 Так На Кстати говоря Строгает Строгает Но Конечно Для такого Здоровенного Бугая Ожидаемо Была По Такая Как сказать Стружка Покрупнее Но Учитывая Что здесь Очень-очень Твердая Деревяшка У нас Стружку Он действительно Дает Так вот Что я хотел сказать Я хотел сказать Что Нашел я Специальную Палочку Для Батонинга На На зарубе И это будет Скорее всего Не дуб А будет Самшит Потому что Там Или Поксвуд Потому что Там Палочка Такая Очень ровная Однородная То есть В принципе Всем достанется На орехи Как говорится Так Ну что Учитывая Что у нас Нож Действительно Такой Полунож Полутопор Я С трогательными Процессами Доволен Если вам Интересен Кокосинг Как таковой То На канале Архадыр Такое Количество Тестов Ножей Экстрема Рацию Какого Нет Ни на одном Другом Канале И поэтому Ребзя Запросто Смотрите Сталька Здесь не Меняется Беллер Н690 На 58 Единиц Ага А вот Это вот Сложность Потому что Как видите У меня здесь Совершенно Ушатанный Блокнотик И это Не совсем Честно По отношению К Ножу Почему Потому что Получается Что Блин Где другой То Сука Этот Кокос Остался В В этом Как он Называется Кокос Остался В холодильнике А блокнотик Свежий Остался В машине Ну вот Единственный Невероятно Задроченный Листочек Попыток Ровно Одна Других Не будет Здесь уже Блин Здесь уже Сам по себе Край Такой Что Давайте С этой стороны Попробуем Ну это Конечно Не совсем Было Корректно Ну О Эти О Режет Режет Молодцом Что я хочу Сказать Я хочу Сказать Что Конечно Здесь Инструмент Для тех Кто любит Потяжелее Потому что Сейчас Вот Экстрем Рацию Выпустил Т4000 Тантоид С 4 мм Всего В обухе Вот Его бы Конечно Погонять На тестах Было бы Зачетно Потому что Я уверен Что там Абсолютно Все Но Единственный Тоже Вопрос Если У вас Во первых Тускан Чем он еще Как бы Отличается Тем что Это действительно Неубиваемый Инструмент Абсолютно 690 сталь Правится Довольно Быстро При этом Здесь Ну Тяжело Ожидать Какие то Там Сколы И Прочее И это Действительно Вот Если вот На все Про все Вы видели Рубит он Абсолютно С удовольствием Если Мы берем Именно Какой то Более Лайтовый Вариант То Т4000 Он просто Физически Легче Я уверен Что там И рез Гораздо И строгание Гораздо Легче Будет Проходить В общем Хорошо Когда есть Возможность Выбора Хорошо Когда есть Альтернатива Так Ну что Ребята Давайте Возможность Дадим Тусканчику Резануть В нормальных Условиях Нормальную Сухую бумажку А не тот Задроченный Последний Листочек Который У нас был Уже Мокрый Мятый И И прочее И прочее Следы Сегодняшних Сегодняшних Экзерсисов На клинке Вы видите И чисто Так по фану Резанем Посмотрим Что Посмотрим Что получится Так Окей Хорошо Опаньки Вот вам И пожалуйста Вот вам И пожалуйста С учетом Всех этих Рубок Нарубок Батонингов И Прочего Дровосексизма Правильно То есть Конечно Я даже Вот Я очки Почему-то сейчас Не надел Не понимаю Почему Но я даже Вот невооруженным Глазом Вижу Что Здесь Немножко Не назвать Его супер Бритвенным Этот Рез бумаги Но После всех Вот этих Батонингов Очень Очень Достойный Результат Спасибо за просмотр Всего доброго Пока Продолжение следует...